Вы предупреждали американские власти за какое-то время до этого теракта о том, что эта атака может произойти при содействии российских спецслужб. Я правильно понимаю? Да, за два года до 11 сентября 2001 года я приехал в Вашингтон, встретился с руководством ФБР и доложил, рассказал ему данных, которые у меня существовали, о том, что какой-то Бен Ладен с какой-то организацией, тогда не очень известной, аль-Каидой планирует, но тогда это звучало просто бредом, планирует на гражданских самолетах торпедировать небоскребы в Нью-Йорке. Это звучало очень фантастически, а то, что демократическая Россия, и как тогда говорил мне один конгрессмен, наш друг Путин планирует или участвует в этой провокации, это уж совсем неприемлемо было. Вот, однако, это произошло... Еще второй вопрос по поводу Джохара Дудаева. Да, Джохара Дудаева, да. Его брокнули именно в момент Вашего с ним разговора. Не знаю. Наводили по Вашему... Я только что был в Грузии, нас президент принимал, Михаил Саакашвили, я встречался с Аллой Дудаевой, потому что она была там где-то недалеко. В 16 метрах она рассказывала, она отошла к оврагу. И он ей успел рассказать о том, что он со мной переговорил. И такое впечатление, что, наверное, они использовали этот сигнал для того, чтобы там навести ракету или там бомбу, не знаю что. Но такое впечатление, что не во время разговоров все-таки. Он погиб, а после, через какое-то время. Не во время разговора. То есть вы не слышали ничего? То есть вы завершили разговор с дежурным порядком? То есть это не то, что прямо... Нет, а у нас там живет как? Спутниковый телефон, спутник приходит, уходит, там прервались, он перезванивался. То есть какой-то момент связь прервалась, не возобновилась. С Джохаром Вы знакомы были с какого времени? Мы давно очень были знакомы. Первый раз он попытался выйти на Ельцина, провести какие-то переговоры. У него очень скромная тогда была позиция. Он просил экономической, относительной такой автономии. Никого у Министерства иностранных дел не собирался сдавать. О независимости речь не шла. И я участвовал, так сказать, в таких заочных переговорах, пытался кого-то заставить начать вести переговоры. А когда началась война, это уже были переговоры о прекращении войны. Я довольно часто туда ездил, попадал несколько раз под обстрел российских войск, кстати говоря, что было очень неприятно. Под обстрел вообще не очень приятно. Ну, все-таки и российских войск я депутатом был, да. Я их предупреждал. Я вот поеду примерно тут. То есть вы считаете, что намеренно... Нет, нет, нет. Ну, на войне, вы знаете, война это всегда бардак. Так что то, что сейчас в Афганистане американцы происходят... Да, мы встречались во время военных действий. Там много было всяких историй. Очень смешных был момент, когда всеми вооруженными силами в Чечне, это 95-й год, начало, руководил Куликов, вот депутат, который мне говорил, это январь или февраль 95-го года, он мне говорил, пожалуйста, ну дайте нам еще пару недель. Мы все решим. Не будет никакого Дудаева, ничего там. Отойдите, подождите две недели, а потом поедете. То есть такое представление о вот этих событиях было, ну, не просто примитивно. Вот это и сейчас я понимаю, нельзя военным силовикам давать в руки такое оружие, как государство. Они не умеют прогнозировать, они не умеют заниматься государственным управлением. Ну, вы знаете, в Чили у военных очень нормально получилось руководить государством, и модель чилийская. Нет, они не руководили экономикой государства, если вы этого не знаете, я вам расскажу подробно. Я думаю, что они руководили всем. Нет, они им пользовались экспертизой, помощью самых крупных американских экономистов, собственных экономистов. Вы тоже пользовались помощью американских консультантов и экспертов? Нет, нет, это преувеличено. Это преувеличено, не допускали, очень ревновали, сидела группа экспертов и говорили, нет, вот, ребят, там, советы давайте, но подальше. Вот у нас свой есть Гайдар, вот пусть он. Вы Ельцина поддержали во время Путча в августе 91-го года, это знаменитая история с каким-то гигантским флагом, с которым вы, все биржевики, прошествовали. У нас есть сюжет. Через центр Москвы, да, это было красиво. На эту тему давайте посмотрим его. Биржи покинули потому, что на улицах Москвы были танки. Но спасали они не собственную жизнь, а судьбу нарождающейся демократической экономики. А порожденная российской товарно-сырьевой биржей политическая волна продолжалась и после Путча. Я не буду честно ставить на танк. Вот теперь. Биржа. Это слово вновь возвратилось в нашу жизнь. Центральные полосы коммерсанта, делового мира, московских новостей, насыщены информацией о биржевом движении. И проходит и дня, чтобы в телевизионной или радиопередаче мы не услышали новые, еще не совсем понятные нам слова. Акция, брокер, котировка. Есть такая книжка «Возрожденная элита российского бизнеса». Здесь вы прям посередине между Березовским и Бочаровым. И вынос такой. Очень трудно быть миллиардером в коммунистической стране. Особенно, когда ты не миллиардер, и когда страна делает вид, что она не коммунистическая. Миллиардером никогда не были бы? Нет, миллиардером никогда не был. А могли стать? Ну, полтора миллиарда долларов в дневной оборот. Значит, вот это такая провокация, на самом деле, была. Очень многих она смущала. Биржа, там маленький краник, можно вернуть, чтобы чуть-чуть капало. И там пару миллиардов за год накапает. И вот, к сожалению, в 1994 году несколько соратников решили меня отодвинуть и приделать этот краник. И кончилось это страшным скандалом. Этот краник все обнаружили. И люди потом скрывались по всему миру. А сейчас что с этими людьми? Один до сих пор скрывается. Это кто? Ну, не надо называть их фонярии. А другой работает, заработал очень много. Там, несколько миллионов долларов. Все у него отняли. Сначала жена отняла, потом бандит. Святое. Да. И сейчас работает долларов за 300-400. В общем, несчастливая судьба. Один соратник тоже кончил совсем печально. Я его видел лет пять назад около Третьяковской. Он просто побирался. Ну, вот, их наказала, понимаете, судьба. Прозвучал термин бандиты, который у многих ассоциируется как раз с тем периодом, который вы, как мне кажется, романтизируете. Романтизируете в 90-е. Ведь это было время бандитов. У вас же было два покушения на вас в 90-е. Взрыв на вечной площадке и гранаты в МКДС. Три покушения, да. Три покушения, да. Тоже в 90-е, да? Три. Вы знаете, я пишу книги по этому поводу. Я вам сейчас могу дать, так сказать, с лекциями выступаю. В институте читаю лекции. Я вам могу дать, так сказать, экспертизу. По сравнению с тем, что сегодня происходит. Да, бандиты. Это было не тотальное влияние бандитов. Но присутствовали бандитские группировки, которые пытались что-то контролировать. Но, во-первых, они конкурировали между собой. Во-вторых, можно было нанимать охрану. Можно было нанимать свою систему безопасности. На бирже это 50 человек, понимаете. В-третьих, можно было просто не хотел и не сотрудничал. Да, убивайте, а сотрудничать не буду. Я знаю таких людей. Так и убивали? И убивали, да. Но не сотрудничали. Хорошо. Покушение на вас связано с тем, что вы не сотрудничали? Я объявил на бирже, что мы приостанавливаем деятельность из-за того, что доминирующее влияние в области банковского сервиса заняли группировки, близкие к криминальным. Ну, видите, огромная биржа, самая большая в стране. Останавливается на три дня. Но меня попугать хотели. Убивать никто не хотел. Это ясно было. Потому что даже эти ребята относились с уважением, потому что им тоже нужна была площадка. У всех были коммерческие организации. Давайте ответим Анатолию из Калифорнии. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Да. У нас добрый день. У нас тут полдвенадцатого дня. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Да, извините, Анатолия сейчас подойдет. Тут какой-то идет фонит. Подождите секундочку. Да. Алло. Да, Анатолий. Да, да, слушно. Да. Значит, я хочу знать вопрос, конечно, насчет 90-х. Я не могу так ответить, потому что фактически не был причастен к этим переменам. Мы еще в 90-е годы были. И ответ мой, так сказать, был бы, так сказать, совсем недостаточно компетентным. Я хотел бы задать вопрос уважаемому гостю. Мы узнали, были свидетелями его, так сказать, становления и, так сказать, той реакцией, которая была тогда в том союзе. Этот человек был действительно для нас совершенно необычной, невероятной фигурой. А вот сейчас вот мы видим Константина Борового, участником вот в политической деятельности. И вот хотел бы задать вопрос, насколько оппозиционная в основном деятельность, как нам кажется. И насколько вот сейчас вот эта община оппозиция, кто мешает ли ей, какие проблемы, в чем ее не свобода. Это один вопрос. И второй вопрос, вот участие в Грузии, вот этой большой деликации, где были Новодворска и другие. И что вас связывает, скажем, или как вы связаны вот с идеями Новодворска? Спасибо, Анатолий. Ну, мы соратники с Валерией Ильиничной. Это несмотря на то, что я ее просто люблю как человека и ценю ее экспертизы. И вот вам. Философ прекрасный. И я с таким наслаждением читаю ее рецензии. Глубокие, интересные. Оппозиция есть. Сегодня она в очень таком задавленном состоянии. Но есть лидеры. Есть Гарри Каспаров. Есть Борис Немцов. Есть Новодворский. Есть ваш покорный слуга. Ну, много этих людей. В тот момент, когда возникнут условия, или возникнет необходимость действовать, уверяю вас, все будет в порядке. И народ соберется. Это уже прошли в 91-м году. 20 человек, демонстрация против коррупции. Мы проводили это до путча. И там 500 тысяч на Манежной площади. В тот момент, когда люди поняли, очень быстро поумнение происходит вот в эти тяжелые моменты. Люди, которые сегодня не, может быть, достаточно политически активны, они вдруг все понимают, что что-то происходит с сознанием. Они выходят на улицу и говорят, Владимир Владимирович, а кто это Политковскую убил? А где вы были, когда там с Грузии началось? Теперь по Грузии. Значит, Грузия – это прекрасный пример демократических преобразований, которые удаются. Вот самое показательное, от чего я просто в восторге. Вот я еду на машине по Грузии, ни одного гаишника с палочкой, никто не останавливает. А взятках, вот как в Америке. Вы знаете, я был в 80-х годах в КНДР, и вы знаете, там тоже прекрасный порядок, никаких гаишников вообще не имеют. Но здесь-то демократия, здесь-то демократия. А КНДР вообще, вы знаете, это народно-демократическая республика, на минуточку. Как они этого добились? В КНДР? Нет, в Грузии. 46 тысяч милиционеров в один день, ну не в один день, там, в короткий промежуток, уволены. Набраны молодые ребята по конкурсу, работает жесточайшая служба, вот то, что у нас называется внутренней безопасности, которая их контролирует, при том, что никто не берет взяток, об этом подумать страшно или дать взятку. Они все равно находят и увольняют там 20-30 человек. Я понял рецепт ветеранов, опытных, старых, слить, набрать молодых. У нас был такой пример. Давайте вспомним младореформаторов, когда здесь вот в гостях у Володи Глазунова был Егор Гайдар, который как раз вспоминал о том, как отстранились, самоустранились опытные, маститые политики и дали дорогу молодой реформатору. У него есть версия, почему так было. Давайте посмотрим этот фрагмент. Шестидесятилетние опытные партийные работники и хозяйственники. Они прошли большой путь карьеры, либо по хозяйственной, либо по партийной линии. Вот как вы себе представляете, почему вдруг эти люди, которые всю жизнь боролись за власть, взяли, ушли и передали нам, 35-летним, управление нашей страной? Вот они что, с ума посходили все? Или может быть ситуация была такая катастрофическая, что они просто не знали, что с этим делать? Отчасти ситуация была катастрофическая. Она не отчасти, она вообще была катастрофическая. Если вы почитаете документы советского правительства этого времени, там самое потребительное слово катастрофа. Вот вспоминая о том периоде либерализации цен, глобально размышляя и выстраивая эту политику, как вы делали вы, иногда забываешь о деталях и мелочах. Единственное, что не учли вопрос.